Итак, всем привет, друзья! Я думал, долго снимать этот ролик или нет. Речь пойдёт о том, что Microsoft изменила минимальное системное требование для Windows 11. В комментариях к предыдущему ролику вы оставляете ссылки на то, что якобы эти все манипуляции не нужны, Microsoft изменила требования. Ребята, да, Microsoft изменила перед самым релизом системное требование. Вот, это новость. Вот, давайте почитаем. В общем, журналисты из MySmartPrice раскрыли новую информацию о минимальных подходящихся установке Windows 11 компьютера. Помимо всего прочего, у пользователя должно быть не менее 4 ГБ оперативной памяти и процессор с двумя или более ядрами. Microsoft понизила технические требования. Именно технические требования, ребята. Но, доверенный платформенный модуль обязателен. И те ролики, которые у меня на канале, на нашем канале, в том числе предыдущих, рассказывают о том, что делать, если нету у вас TPM 1.2, либо TPM 2.0. Смотрите, активный криптографический процессор TPM 1.2. Это минимум. При наличии TPM 1.2 вы можете только поставить чистую систему. Если вы будете обновляться, то делайте, как я показал в предыдущем ролике. Только тогда вы обновитесь. Если у вас TPM 2.0, но процессор не поддерживается, у меня тоже есть такой ролик на канале. То есть, Microsoft поменяла технические требования, что касается процессора, оперативной памяти, видеокарт и добавила TPM 1.2. Но TPM 2.0, его обязательное наличие, никуда не делась. То есть, эти все видеоролики, особенно вот этот вот последний мой ролик, он крайне актуален. Спасибо вам за комментарии, я всё читаю. Система выходит 5 октября. 5 октября мы с вами рассмотрим чистую установку на компьютер без TPM 1.2 и без TPM 2.0. То есть, это один компьютер у меня, мой рабочий компьютер, на котором я сейчас. Снимаю вам этот ролик. Здесь нет TPM 1.2, TPM 2.0. Пожалуйста, я ещё открою программу проверки работоспособности. TPM не обнаружен. И вот здесь нет. Объём системной памяти должен быть не менее 4 гигов. Системная память 8. А, оперативная память. О чём я хочу сказать? Двухъядерный процессор, минимум 4 гига оперативной памяти и подходящая видеокарта. И вы поставите Windows 11, но только по моему ролику. Но если в компьютере присутствует доверенный платформенный модуль TPM 1.2, либо 2.0, то чистая установка пройдёт без проблем. По поводу обновления. Если у вас TPM 1.2, обновление не пройдёт без вмешательства ручного. То есть, опять же, смотрите предыдущий ролик. Если у вас TPM 2.0, то и установка, и обновление пройдут без проблем. Лучше всего, если у вас ещё будет поддерживаемый процессор. Ссылки на эти ролики я помещу в описании под видео. Ещё раз повторяю. Microsoft изменила технические требования. Но TPM, доверенный платформенный модуль, никуда не испарился. Должен быть TPM 1.2 или TPM 2.0. Потому что многие скидываете ссылочки в комментариях. То, что вот зря стараемся. То, что это всё не нужно делать. Это нужно делать тем, у кого TPM 1.2 при обновлении. Именно при обновлении. Либо для тех, у кого вообще нету TPM модуля. Без ручного вмешательства вы не поставите. Если у вас отсутствует TPM 2.0, вы обновление не поставите. Без ручного вмешательства. Также дело касается TPM 1.2. Если у вас TPM 1.2, вы также должны вмешаться в установку обновлений. Насчёт чистой установки. Если у вас присутствует TPM 1.2, либо TPM 2.0, вопросов нет. Но если у вас нет этого модуля, то нужно ручное вмешательство. Раньше у нас был реестр. Сейчас реестр не нужен. Я вам покажу, почему реестр не нужен. Будут следующие ролики про чистую установку. Я вам раскрою один маленький секрет. Который я понял, когда осознал этот метод, который в предыдущем ролике. Спасибо вам большое за просмотры, за комментарии, за лайки. Но будут ещё ролики, что касается чистой установки, что касается Media Creation Tool. Потому что будет Media Creation Tool утилитка от Microsoft. Всё разберём. Есть у меня мысли. По поводу обновлений потом. Будем разговаривать после запуска Windows 11. Вот такой вот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. И мы с вами увидимся в новых роликах. Субтитры подогнал «Симон»!